Здарова солнышки! Сегодня играем в пиксельный хоррор под названием Хаус. Как-то у нас последнее время тяжеловаться с названиями игр. То мама название, то домик. Чуть-чуть про эту игрушку прочитал, оказывается там есть несколько концовок. То есть я думал она очень маленькая, но там несколько концовок и при этом она еще даже не вышла в стиме. То есть это какая-то уже финальная версия, но продается она на отдельном сайте, он как там itouch.io что ли называется. За 5 баксов в стиме 100% будет дешевле. Я купил, сейчас будем смотреть что это такое. Вроде должно зайти, вроде должно понравиться. Просыпаемся. Просыпаемся. Играем мы за какую-то маленькую девочку. Ну нам-то что, нам не впервой. То мамочка, то девочка. Что дальше? Что дальше вообще будет? Так тут управление еще. Сейчас. Уже телефон переложить. Управление на стрелочке долбаные. И на А действие. Так уже свет мерцает. Здесь в определенное время какие-то гадости происходят. Ну в общем я эти гадости попытаюсь как-то преодолеть. Используйте шифт, чтобы бегать. У нее есть полосочка стамина. Это очень хорошо. Это какой-то семейный дом. То есть мама, папа и получается две дочери. Вон одна черная, вторая тоже пизды получит. Что делает мама? Давайте поговорим. Доброе утро, солнышко. Не заходи, там воняет. Ох, через что мы только не проходили с этими инди-хоррорами. Знаете, воняет. Это на самом деле не так уж и плохо, поверьте мне. Я собираюсь починить что-то. Я собираюсь починить что-то для нас поесть. Отличный английский. Спасибо большое мне. Не зря я его несколько лет учил. Так давайте пройдем в эту комнату. Вот ее, как я понимаю, сеструха. Сидит, отдыхает. Нужно на тап нажать. Что за управление? Какой этап вообще? Куда? Нажимаем на тап. Поговорить. Ненавижу утро. Хорошо. А еще раз здесь поговорим. Ненавижу мою жизнь. А еще раз. Ненавижу эту комнату. Ну-ка. Я снова ненавидел эту комнату. Есть вообще что-то, что тебе нравится, солнышко? Хотя бы что-то. Пожалуйста. Ненавижу эти стены. И эту комнату. Похоже, все-таки тяжеловато у нее. Ее с любовью. Не знаю. Мы же родители недолюбили в детстве. Смотрите, как наша девочка вообще перемещается. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Я маленькая девочка. Ля-ля-ля. Маленькая. О, киси. Здорово. Мяу. Привет, кисонька. Так, здесь можно взаимодействовать как-то с предметами. С определенными только. Вот. А пикап это... Это какой-то синий человечек. Видите, у него... О, у меня же курсор есть. Я совсем забыл. Видите, у него раз глазик, два глазик, три глазик. Надо этот курсор куда-нибудь спрятать. Я что-то только сейчас его заметил. Окей. Мы можем на S его дропнуть. А можем поговорить с киской. Киска. Мяу. Я нашел тебя клуб. Блядь, что? Я не хотел это делать. Правда. Я не хотел. Я думал, это мячик. Блядь, что я подобрал? Ёбаный. Почему он тяжелый такой? Предметы, опции, рестарт. Что это такое? Клоус меню. Почему все так закончилось? Почему такой тяжелый мячик? Что за дерьмо? Я какой-то этот подобрал. Предмет. Как посмотреть список? Предметов. Айтемс. Выбрать. Золотой ключ. Во! Я какой-то ключ нашел. Интересно, от чего? От чего этот ключ? О! Бля, что это? Я не знаю, что это. Это тюрьма какая-то внутри дома. И тень какая-то ходит. Ну, подозреваю, я умру. Здесь ничего не берется. Нет, ничего не берется. Какая-то жесть происходит в этом доме. Сколько вообще времени? А вот время. Семь часов вечера. Видите, видите, тень ходит. Какая-то стрёмная тень. Чё, блядь? Чё за херня произошла? Я не успел даже про игру до конца рассказать. Уже помер. Чикин аут. Никакой чикин аут. Try again. Я ещё раз попробую. Я тут хожу, значит, рассказываю. Думаю, что всем интересно. Приходит какая-то бледотная тень и меня убивает. Понимаю. Хорошо. Так, возможно, что-то здесь можно взять. Здесь столько телек. Нет, ничего нет. Тогда идём обратно в главный зал. У нас здесь ещё есть дверь. Она ведёт в санузел. Хорошо. Там комната этой девочки. Здесь закрыта. Возможно, золотой ключ именно сюда и ведёт. Слушайте, я не хочу больше кошку чё-то этим клубочком давить. Здесь есть кухня, которая какого-то хрена протекает. Где вообще батя? Куда он смотрит? Живут на какой-то помойке. Почему течь? Так, это что? Взять. Ну, взять. Почему она не берёт его? А пикап. Мам, помоги. Я не могу из холодильника предмет взять. Может, на неё шар для боулинга кинуть? Осторожнее с этим. Это твоего любимый мячик твоего папочки. Смотри, что делаю. На, нах, на ноги. Не, не сработало. Серьёзно. Мам, помоги. Как мне взять? А, всё, взять. Почему до этого оно не бралось? Я вплотную подходил. Мам, у нас тут, кстати, потолок течёт. Ты с этим ничего делать не собираешься? О, идёт, идёт, идёт. Что происходило в этой комнате? Мне интересно. А, тут пианино была. Она играла на пианино, на неё люстра перестанулась. Прикиньте. Как-то можно её уберечь от этого? Ну, она, по-моему, только учится играть. Ну-ка, эспур. Я правильно понимаю? О-о-о! Кися лижет ковёр, смотрите. Взяли ключ. Хорошо. А чего этот ключ? Ключ сто пудов от той комнаты, которая наверху. Почему кошка ковёр-то, блядь, лижет? Здесь всё заколочено. Нет, я не могу сюда пройти с этим ключом. Хорошо, у нас получается единственная комната, которую я ещё не исследовал. Это в самом-самом низу. Здесь какая-то тень бледотная выглядит. Unlock, да. Что я подобрал? Золотой ключ. И это, корзина. Хорошо, это нам пока нахрен не нужно. Что здесь? Ой, блядь! Ой, крыса! Используйте QE, чтобы сайкл битвин айтемс. Понял? Нет, крыса! Да как, блядь, использовать? Так, ладно. На спокойно, долбанный день сурка. Так, ладно, я понял, что надо делать. Нужно из холодильника взять молоко. Ну, как я понял, это молоко. Подойти к кошке, для того, чтобы её не убивать. Вылить? Она спит. Блядь, теперь она спит. Что мне... Хорошо, киса. Я не хотел это делать, но, видимо, придётся. Да простят меня зрители. Ой, она убежала. В нужный момент ты убежала, родненькая. В нужный момент, я тебе так скажу. Она опять лижет ковёр. Ну, ладно. Значит, здесь, когда я открываю, просыпается крыса. Правильно? Что я могу с этой крысой сделать? Она мне не даёт просто пройти. Я там что-то подобрал. Это топор, типа, и дрова. Может, можно как-то... О, блядь, нет. Да что? Да ёбаный ты хуйня. Я не ту кнопку опять нашёл. Сколько раз мы будем заново начинать? Ой, какой кошмар, блядь. Ну-ка, может, шаром для боулинга можно эту вазу как-то разбить? По-моему, сейчас люстра упадёт. Вам так не... О, это не лю... Это капкан! Офигеть, я хотел вазу разбить, а у меня в результате капкан подобрался. Хорошо, куда мы можем капкан применить в теории? Ходит мама. Можем, в принципе, капкан ей поставить. Я, правда, не думаю, что это хорошая идея. Так, выливаем... Выливаем молоко. Берём... Мяу-мяу-мяу. Берём ключ. Подобрали ключ. Сейчас мы капканом крысу поймаем, которая вылезает точно. Пока мы не возьмём этот предмет... Так, нужно капкан сразу подготовить. С-дроп. Кинули капкан. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай. На нахуй! Чё, самая умная, что ли? Ну, в результате я подобрал топор. Я мог и топором по башке ей дать, чтобы она это... Ну, сейчас-то уже будет просто милосердие, чтобы не мучилась. И капкан больше... Да, капкан больше не подбирается. А что я в теории могу этим топором сделать? Я не был уверен до конца, что это сработает, честно скажу. Но это действительно сработало. И походу, когда я какие-то плохие дела совершаю... Подумка, эта хрень начинает ходить. Это уже не я сделал. Это уже сделал не я. Она подскользнулась вот на этой херне, которую батю должен был убрать. А он какого-то хрена это не убрал. Я не знаю почему. У нас в результате маман погибла. Она какие-то тортики несла. Значит, что-то нужно сделать с этим полом. Для того, чтобы она не подскользнулась. И возможно это... О, господи, Иисусе, что... Полетели! То есть мертвая сестра, она спустилась, схватила меня. И мы вместе улетели куда-то в далекие края. Хорошо. Эта концовка мне не очень нравится. Это, по-моему, даже за концовку не считается. Это просто события, которые оканчивают игру раньше, чем нужно. Вот, теперь она спит. Так, ну маман сейчас опять придет туда и поскользнется. Может быть надо как-то шар туда кинуть? Ну я не знаю, что я вообще делаю. Но может быть это как-то поможет. Нет, это абсолютно никак не поможет. Это полная херня. Она что-то готовит, идет к столу, наябывается и умирает. В комнате у сестры ничего не берется. Ладно, у нас есть одна запертая дверь. Вот это. Нам сейчас нужно понять, что за этой дверью находится. Можно свет выключать. Сейчас попытаемся туда попасть. Так, взяли ключ. Все, сейчас положим капкан для крысы. Крыса попалась в капкан. Берем теперь топор. Добиваем крысу. Добили. Что за смешок был? Я не понял. Коробки сверху не будут падать? Нет, не будут. Берем тогда горшок. У-у-у, я понял. Топором можно эту хрень поломать. Ну-ка, ломаем. Заходим. Что у нас в этой комнате? Тут у нас шкаф. И в нем... В нем что? Дурбовик. Серьезно? Почему они хранят его в шкафоне под подушкой? Что-то происходит. Тут что-то происходит. А, это на пианино упала эта хрень. Я понял. А киса пришла сюда. Больше я с этим сделать ничего не могу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Еще какое тут? Вон что произошло. Пойду-ка я отсюда. Мне нужно как-то все эти события предотвратить, насколько я понимаю. Маман тоже уже не в себе. Какая-то лягушка, блядь, прыгать начала. У них тут сырость жуткая. Мама, стой! Мама, нет! Мама, не заставляй меня это делать, мама! Мама, нет! Блядь, у меня не было патронов, серьезно! Сколько раз я уже здесь помер. Вы что издеваетесь? Просто не игра, а ужас какой-то. Дробовик без патронов. До хрена не заряженный-то в шкафу хранить? Теперь еще и маму нужно в капкан ловить. Так, значит, мама выходит, баррикадирует вот эту дверь. Хорошо. Там внизу крыса. Справа девочка с этим пианиной. Нужно что-то сделать, чтобы ее не придавило в пианино. И нужно как-то сделать, чтобы мама не поскользнулась вот здесь. Пока что еще никто не погиб. Это очень хорошо. Вверх, бежим за молочком. Скоро проснется кошка. Бежим, кидаем молоко. Кошка просыпается. Берем ключ. Бежим скорее вниз. В принципе, можно попробовать оббежать эту крысу. Но мне почему-то кажется, что это невозможно. Я сейчас, конечно, попробую. Ну-ка, берем. И вот так вот оббегаем. Отлично! Отлично, от нее можно убежать. Берем, получается, тогда капкан. Капкан нам нужен для чего-то еще. Возможно, чтобы защититься от одного из монстров. Так, сюда мы... Она тоже наебнулась. Так, сюда кладем горшочек. Теперь оно капает. И мама не поскользнется. Правильно? Я ж верно все делаю. Так, мама идет, идет. Она проходит. Во! Она может теперь на стол накрыть. Я все сделал правильно. Я спас маму. Девочки, я сделала сэндвичи. Идите и кушайте. Ну-ка. Так, она села. А что с той девочкой? Что с ее сестрой? Она пока играет. Как я могу предотвратить это падение люстры? Я не понимаю просто. Ура! Я буду двойную порцию кушать. Ам. Так, у меня есть ведро с водой. Наполненное. Отлично. Куда я могу это ведро с водой теперь поставить? Я разлил воду. Просто гениаль. Ай, блин. Сам же в свою ловушку и попался. Открываем ключ. Берем. Блять. Смотрите, у нас в принципе, в принципе, из вообще непонятно каких комнат остается ванная с лягушками. Мама зовет кушать. Есть вероятность, что девочка сейчас встанет, которая это, сестра ее, побежит жрать и ее не придавит пианино. Может, она не слышала и ей сказать об этом надо? Ну-ка. Ненавижу этот топор. На нахуй будешь знать, как топор теперь ненавидеть. Ну-ка, топором уж можно розетта. Оп. У-у-у! Я нашел патрон! Я нашел патрон! Я нашел патрон! У меня теперь есть один шотгановский патрон. У меня нет шотгановских патронов. Так, это что такое тут начинается? Это что еще такое, блять? Что это за хрень? Меня еще и тень хотела съесть. Просто жопа. Не дом, а говно какое-то. А после какого, интересно, это времени начинается? Ближе к вечеру, да? То есть мне надо здесь закончить вообще все-все-все до того времени, как этот ковер оживет, потому что мимо него вообще не пройти. Я даже не знаю, где он находится. И как мне эту девочку от пианино, от это самое, отогнать? Слушайте, у меня идея есть с этим кексиком. Ну-ка. С. Ой, он съел кексик. Он теперь не будет меня убивать. Уйди, лапочка, уйди, пусечка. Хорошо, у нас комната обезврежена, но что? Там же, в принципе, есть что-то наверху. Какой-то как человечек, что ли, как игрушка. Но я не знаю, что мне с этим делать. Я не могу его оттуда достать. Ёбут, опять эта тень, смотрите, опять эта тень блядская бежит за мной. Уже, правда, не бежит, ладно. Значит, где-то должен быть еще предмет какой-то, который я не нашел. Маман спит. Маман не превратилась в зомби, окей. Пока что мы в безопасности. Мам, тут это, проблемы у нас, слышь? Я, конечно, не хочу навязываться, но у нас... Ай, блядь, но у нас тут проблемы небольшие. Такие совсем крошечные. Что тут дом нахрен оживает по ночам? Сколько? Двенадцать, полночь. Папочка дома. Папа, только не говори, что ты тоже предатель. Папа. Нет, нет. Нет, блядь, он с ножом. Нет, 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 нет. Попадись в капкан, господи. Какой ужас. Стоп, а может его в капкан можно поймать, как думаете? У меня есть дробовик. Я могу выстрелить, я могу его в капкан поймать. Я что-то случайно его дропнул с перепугу. Это же идея. Значит, нам нужно успеть до прихода папочки с ножом. Он в любом случае будет настроен агрессивно. Я не знаю, что именно на рабочий, что ли его как-то нахлобучили, что он злой такой. В общем, нужно как-то его избежать или застрелить, или что-то типа того. Так как эту люстру можно вообще обрушить? А эта девочка тупая, она каждый раз садится, блядь, и начинает играть. Совсем что ли, дура? Мама заколотила дверь, сразу ее открываем. Кажется, я что-то начинаю подозревать. Я нашел подвал. Или что-то типа того, тут сдох дед. Я что-то добыл из деда. Что это? Это рогатка! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стоп. Нет, возможно, рогаткой можно цепь перешибить, но это полнейший бред, я в это не верю. Не может такого быть. Даем кексик. Он скушал кексик, отлично. Теперь он, по идее, разрешит пострелять с рогатки. Ну-ка. У-у-у, еще один патрон! Отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо, тут какой-то тень опять просыпается. Пошла ты нахер. Ну, в общем, что остается? Остается девочка, которую я не могу спасти. И патроны. Мяу-мяу-мяу. Мне хана. Но я уже готов к встрече с папочкой. Папочка дома. На-нах! Так, вот это уже не честно. Вот это уже не честно! У меня нет больше патронов. Бежим скорее. Нет, папочка, нет, не надо. Помогите, блядь! Кто-нибудь, он обезумел. Батя обезумел, опять с работы пьяный вернулся. Помогите! Помогите, блядь! Лучше уж монстр. Смотрите, что с ним. Он аж в две стороны блевать стал. Не, лучше уж это. Лучше уж монстр. Так, ну кажется, я понял. Мы можем его, в принципе, поймать в капкан. Или найти где-то третий патрон. Потому что больше я не понимаю, что с ним еще можно сделать. Сейчас я попробую это все провернуть. Если получится, окей. Если нет, ну я не виноват. Возможно, это сработает. Ну-ка. С. Тупо 800 IQ. Видали? О, а вы боялись. Жизнь такая бессмысленная, да. Мы просто ее единственное утешение убили только что. Не убили, разломали. Возможно, можно ей куклу отдать. Я сейчас попробую. Ну-ка, если я ей отдам. Эй, ты где ее нашла? Я же ее искал целые недели. Догадываюсь, она не хочет меня найти. Эй, это, это. Забирай, забирай куклу, слышь. Забирай ее. Нахрен я не собираюсь с этой куклой ничего делать. Ну ее в жопу. Извините, я это немного не вовремя, да. У вас тут с лягушками какие-то проблемы. Норма. Эй, ты куда, блядь? Ты что, блядь, такое? Куда ты меня, зараза, жрешь? Вот что она такая злая? Посмотрите на эту кикимору, ебаную. Все. Мы не даем ей играть на пианино. Пусть там сидит на толчке и еще угодно делает. Главное, к ней не подходить больше. Запомнили. Ждем, пока мама сделает кексики. Е-мое, я дробовик не... Это что еще такое, блядь, стоит? Это что еще за хрень? Мы, по-моему, уже всех монстров нашли в этой игре, нет? Че за бред? Я не знал, что она там будет стоять. Она идет играть на пианино. Быстрее на рогатку переключаемся. Мы должны добежать до туда быстрее, чем она. Бум! Прямо у тебя на глазах. И нечего плакать, я тебя наоборот спас. Успокойся. Все хорошо, у нас вон капкан есть. Поиграй с мячиком, ну что-то как это. Что-то такая плаксу, ну подумаешь, пианино разбилось. Она сейчас вообще, кстати, загорится. Нужно, скорее всего, потушить эту свечку просто, чтобы пожара не было. Да-да-да-да, кушать кексики, я понял. Все, кушаем кексики. Сейчас нужно затушить пианино поскорее. Так, я не могу. Я могу, в принципе, только если вот так. Все, затушили свечку, здесь не будет пожара. Отлично. Бежим тогда к крысе. Даем ей кексик. Далее. Она скушала. Рогатка. Оп! Патроны. Все, у нас все есть. Готовы к приходу батя. Ставим тогда капкан. И берем дробовик. Все, я готов. Я готов, батя. Иди сюда. Вон как я подготовился заранее за 4 часа. Иди сюда. Иди сюда. А дочь ждет тебя дома с распростертыми объятиями. Слушайте, а может вообще ничего не делать? И он тогда не будет убивать? Потому что, видите, мама осталась жива. И та девочка тоже, сестренка ее осталась жива. Ну-ка, если я, допустим, заберу капкан, что тогда будет? Я буду отстреливаться от монстров. Но батю при этом я убивать не буду. Что тогда интересно? Тихо, 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 тихо. Здесь этот урод идет, вон. Я батю жду. Иди нахер. Не трогай меня. Я не могу там стоять в общем коридоре. Там эта херовина меня сторожит ужасная. Какая-то тень непонятная. Она меня грохнет, если я к ней подойду. Я не могу теперь выйти. Все, здесь заперт. Заперт здесь с киской. Готов стрелять по бате. Папочка дома. Я ждал тебя. Да, да, да. Иди сюда. Попробуй сунься. Попробуй сунься, батянь. На нахер. Иди-ка сюда. Ну же. Получай. Все? Закончился, папочка? Нехер тут с ножами ходить. Опять набухался, не боюсь, пока домой шел. Ты падаешь на колени, выдохшаяся. Потому что отец мертв. Но мне кажется, не обязательно его убивать. Но он с ножом, блин, я не знаю. Я не знаю, как на эту ситуацию с другой стороны посмотреть. Он же по-любому тебя убивает. Хотя, если все остались живы, то какой смысл ему убивать? Ладно, короче. Этого мы никогда не узнаем. Я так понимаю, получил какую-то плохую концовку. Где я его расстрелял. Ну, какая есть, такая есть. Ладно. Хорошая, наверное, где все выживают или типа того. Ну что. В общем-то, все. Такая вот коротенькая пиксельная игрушка. Возможно, действительно несколько концовок. Может, я что-то неправильно понял. И она одна единственная, где батя помирает. Ну, в общем, как-то так. Обратите внимание на описание под роликом. Там будут плейлисты. Будут всякие ссылочки. Дискорд. Группа ВК. Переходите, смотрите, вступайте. Ну, а я с вами прощаюсь. Но ровно до следующего видео. Как всегда, спасибо за просмотр. Ну и счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok